Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У нас с мужем очень сложные отношения. Есть обиды, недопонимания между нами, упреки, претензии, обвинения. Я его люблю, но чувствую, что у него кто-то есть. Есть подозрения, я не спрашивал об этом, но он говорит, что никого у него нет, что любит меня. Но то, что я предъявлял претензии, обвиняю его, говоря его языком, выношу ему мозг, он сходиться со мной не хочет. Есть такое, что он сначала обвинит, хотя сам в этом виноват, и я его тоже обвиняю в том, что он виноват, именно мы не можем сдвинуться с места. Я хочу, чтобы он вернулся ко мне, но мы живем далеко друг от друга, часто не увидишься. Предлагаю ему, чтобы он переехал, он не хочет, боится, что будет как раньше, что будет уносить мозг. Я сомневаюсь в нем, не доверяю ему, потому что чувствую, что у него кто-то есть. Вот упрекался обвинения, он меня блокирует надолго. Не понимаю его в том, что он говорит, что любит меня, но жить со мной не хочет. Я не пойму, как это. Хочу разобраться в этой ситуации и выйти из нее достойно. Как мне наладить отношения с мужем? Ну, наверное, в первую очередь вам необходимо иметь единую позицию, да, свою собственную. Скажем так, несколько более конструктивную, чем вы имеете сейчас, на данный момент. Вот я бы, пожалуй, наверное, так бы ответил вам. То есть, чтобы наладить отношения с мужем, нужна четкость позиции. Нужна ее именно четкость, единство этой позиции и, пожалуй, устойчивость. Когда вы имеете такую позицию, как у вас сейчас, эта позиция неустойчивая, не четко и не единая. А еще она довольно-таки, я бы сказал, деструктивна. Вон. Она деструктивна для вас и она деструктивна для вашего мужа. Конечно же, тоже. Итак, вы пишите «У нас с мужем сложные отношения». Что ж, давайте для начала разделим ответственность и скажем «У меня сложные отношения с мужем». В чем проявляется сложность? Сложность проявляется в том, что у меня есть противоречия. У меня есть к нему претензии, есть к нему обиды и упреки. Я подозреваю, что у него кто-то есть, но в то же время я хочу, чтобы он вернулся ко мне. Вот, собственно, в этом и заключается сложность ваших отношений. Противоречивость. И, само собой, начинать нужно с того, чтобы эту противоречивость разрешать. Ну, наверное, вы понимаете, что нельзя быть в отношениях, очень сложно быть в отношениях. Когда такое противоречие есть. Но для начала нужно это противоречие увидеть. Чтобы его увидеть, нужно отделить себя от мужа. Соответственными словами, перестать говорить во множественном числе. Начинать говорить от первого лица в единственном числе. Собственно, как и подобает взрослому самодостаточному человеку независимому. Если вы себя таковы не ощущаете. То задача психолога будет заключаться в том, чтобы помочь вам. обрести эти качества. Которых у вас на данный момент силу ряда причин может не быть. Ну, так вот сложилась у вас жизнь. Такой вы получали опыт в жизни. Бывает, конечно, по-разному. Хоть и неприятно. И главное здесь заключается именно что. Чтобы обрести почву под ногами. Есть обиды между нами, недопонимания, упреки, претензии, обвинения. Давайте опять же от первого лица. У меня есть обиды. У меня есть недопонимания. У меня есть упреки, претензии, обвинения. Что такое обида? Это детская позиция, представляющая из себя реакцию на то, чего вы ждете от партнера и то, чего вы от него не получаете. А самостоятельно реализовать свои потребности, которые лежат в основе ваших ожиданий. И как следствие обид вы не можете, не хотите, боитесь. Ну, может быть, есть еще здесь какие-то факторы. Что такое недопонимание? Недопонимание. Недопонимание есть недоверие себе. По сути. То есть, когда у меня возникает недопонимание с человеком, это означает, что я не доверяю себе, но вот свое недоверие себе я пытаюсь компенсировать. Ну, условно говоря, за счет требований к другому человеку. Поэтому с недопониманием необходимо работать. Недопонимание – это ваша собственная недостаточность. Хорошо это или плохо, но это ваша собственная субъективная недостаточность. Понимаете? Это именно субъективная недостаточность. То есть, недостаточность исключительно являющаяся вашей реальностью. Вот. И вами воспринимающаяся именно так, как вы, ну, воспринимаете ее. При том, что от реальности это может отличаться. И отличаться довольно сильно, к сожалению. Что касается упреков, обвинений, стретензий, что, на мой взгляд, это следствие нарушения личных границ между вами и вашим мужем. То есть, близко-близко вы друг другу подходите, нарушая свое личное пространство, комфортное для нас обоих. И в результате, на мой взгляд, образуются вот эти вот рэкетные такие чувства. Крайне, надо сказать, неприятные. Это правда. Вот. Но только необходимо увидеть, как появились упреки и обвинения. Откуда они, они произрастают. Например, это перекладывание ответственности на человека. Я его люблю, пишите вы. Как это проявляется буквально. Но чувствую, что у него кто-то, кто-то есть, есть подозрения. Пока это проекция вашей неуверенной принципием. Я не спрашиваю об этом, но он говорит, что никого у него нечто любит. Но то, что я предъявляю претензии, обвиняю его, говоря его языком в нашу мозг, он сходиться со мной не хочет. Ну, а зачем ему сходиться с той, кто его обвиняет и предъявляет. Претензии. Есть такое сначала, что он сначала меня обвинит, хотя сам в этом виноват. Я его тоже обвинил в том, что он виноват, мы не можем сдвинуться с места. Но так быть может кому-то из вас, например вам, можно перестать обвинять и выражать свои чувства и позицию по-другому? Я хочу, чтобы он вернулся ко мне. Зачем? У вас обиды, недопонимания, упреки, претензии, обвинения. Зачем? Вот опять же, буквально зачем? Чтобы он к вам вернулся. Вы говорите, что хотите, чтобы он к вам вернулся. Скажите, вы хотите этого, потому что думаете, что он будет счастлив с вами? А именно это является единственным конструктивным аргументом для того, чтобы человек к вам вернулся. Вот. И если что-то другое, то вы решаете просто свои проблемы за счет него. Живем мы далеко и часто не увидим, что предлагал ему, чтобы он переехал, он не хочет, боится, что будет как раньше, что будет выносить мозг. А это правда, вы будете выносить мозг? Я сомневаюсь, но мне доверяемо, потому что чувствую, что у него кто-то есть. А это повторюсь, проблема самооценки, переносящаяся на другого человека, вне зависимости от того, есть у него кто-то или нет. От упреков обвинений он блокирует надолго, не понимая его в том, что он говорит, что любит нажиться на него точно, пойму как это. Но он может вас любить, но ему не нравится, что вы его упрекаете и обвиняете, разве нет? Хочу разобраться в этой ситуации и выйти из нее достойно. Как мне наладить отношения с мужем? Разобраться в себе. То есть пойти на психотерапию. И когда вы говорите о разобраться в ситуации и выйти из нее достойно. В общем-то, что вы имеете ввиду? Что вы имеете ввиду? Говора выйти из ситуации достойно. Достойно это как? На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на самую работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok